Как победить коррупцию и воровство? Сложную структуру рабочего контроля может иметь доступ, а сколько бюджету нашей организации, а куда и на что эти деньги тратятся. Если это будет не просто им доступно, а руководство, администрация будет обязана согласовывать с работниками эти условия, вполне себе это создаст очень большую опасность для каких-то коррупционных схем. Нам нужно упрощать обязанность и функцию любого руководителя. Во-первых, для того, чтобы в этой простой схеме сложно было выдумать какие-то сложные мотивы. Во-вторых, если это будет просто, это будет понятно и любому участнику этого процесса, за тем, кто работает, за тем, кто контролирует. Возьмем тот же «Газпром», но если они покупают эти корни или ложечки за десятки тысяч рублей, есть профсоюз, который смотрит за всеми расходами. Это общественная работа, за нее не платят никаких денег с обязательной ротацией этого органа. Поэтому увидели, вынесли на какой-то общественный суд и сразу быстренько оформили от имени трудового коллектива обращение в Следственный комитет или в прокуратуру. И все, никаких вопросов сразу не возникнет. Любой коррупционный скандал, любые коррупционные дела должны широко транслировать через средства массовой информации. Это есть государственный заказ, который должен донести до каждого члена общества, что неприкасаемых нет. Неотвратимость наказания – это основа правовой системы нашей страны. Конечно, это ратификация 20-й статьи Конвенции ООН, которая заставит любого государственного деятеля, сотрудника правоохранительных органов или еще кого, отчитываться по своим расходам. Если у тебя зарплата 100 тысяч рублей, ты не можешь купить квартиру за 500 миллионов, тебе придется на нее работать сотни лет, на эту квартиру. Ты автоматически преступник. А вслед за этим реанимированный институт конфискации имущества, работоспособный институт конфискации имущества, который без лишней бюрократии конфискует и отберет у этого жулика все, что только наш непосильным трудом. Причем не только у него. Взяли супругу, никогда нигде не работала, тут вдруг бизнес 100 миллионов в год заработал. Это что такое? А давай посмотрим, насколько супруг поучаствовал в твоей жизни. Друзья, которые там оболтусы, а вдруг денежные мешки превратились. Вы можете ответить на вопрос, откуда у вас деньги на стартовый капитал? Как вы стали обладателями этих акций, этих долей, этого бизнеса? Если нет, вы преступники вместе с вашим, значит, как его назовут? Забедителем. Да, все правильно. Вечная русская беда. Разбудите меня через 100 лет и спросите, что тут. Пьют и воруют. Но опять же, вот, понимаете, победа коррупции, это же тоже системная вещь. С одной стороны, это опять же сменяемость власти. Потому что что такое коррупция? Сегодня коррупция тотальная, потому что работает одна система и нет никакого механизма. Есть расследователь вроде Навального, который ее где-то находит. Это закончилось для него в том, что он 19 лет получил особого режима сегодня. И всем насрать, где он там какие дворцы находил, яхты, самолеты, кто там сколько денег украл, сколько бы он этих фильмов не снимал. Ну, всем на это насрать, потому что суды, органы, это все как бы единая система. И, как говорится, своим можно все, для всех остальных закон. Это первый момент. Второй момент, но опять же, банально, то, что я сказал, гражданское общество должно развиваться. Оно должно понимать, что не надо кичиться богатством, даже если оно у тебя есть. Посмотрите, вот, если вы где-нибудь в Германии, да, поедете и увидите представительское авто какое-то, где едет, то процентов 90 с лишним за рулем будет там водитель какой-то корпорации, а вовсе не какой-то там богатый. Богатые бизнесмены, как правило, ведут себя, не показывают свои деньги. Это негры, когда зарабатывают, афроамериканцы, да, первые деньги, они тут же покупают большую золотую цепь, берут каких-то модных телок и фоткаются на фоне крутой спортивной машины. Вот люди, которые действительно богаты и в своей состоянии зарабатывали поколениями и воспитывались в семьях, они это богатство так не показывают. Вот наши как раз это эти же самые негры сегодняшние, которые еще недавно при крушении Советского Союза барыжили джинсами где-то, а сегодня вдруг стали мультимиллиардерами и везде этим кичатся и тыкают. Строются золотые унитазы, дебилы, и везде все покрывают мрамором и хрусталем, и это везде на показ выставляют. Ну, это просто вот уровень тех же самых афроамериканцев из гетто, вот абсолютно. Вот они случайно на них свалились деньги ни с того ни с сего. Из «Горязи в князи» есть такая хорошая русская поговорка. Одно из первых, что должна сделать новая власть, это ратифицировать статью 20-ю Конвенции о противодействии коррупции, Конвенцию ООН. И эта Конвенция о чем? Об уголовной ответственности за неосновательное обогащение. То есть вот эти все золотые унитазы, которые у начальника полиции, мы неоднократно видели, изымают, конкретно за этот золотой унитаз их никто не привлекает. Сейчас не работает это ничего. Современная власть боится этого, потому что она живет вот этими, под этими, грубо говоря, а ратификация этой Конвенции и ее реальное исполнение позволит сильно изменить. И я бы еще раз решил, это спорный вопрос, я знаю, что многие спорят, но я бы еще раз решил провокацию взятки. То есть когда приходит и говорит «бери», и если возьмет, то… Да, да, да. Потому что у нас, например, запрещена, скажем так, ну, как считается, что запрещена провокация при, например, продаже наркотических средств. Но это другое, потому что наркотические средства покупают, продают часто, ну, в основном это молодые люди, у которых вообще никакого жизненного опыта нет. И они реально могут чего-то не соображать. Чиновник, если он назначается, это человек с высшим образованием, он все прекрасно понимает, что такое взятка. Поэтому его можно подвергать провокации. – Это, значит, средства массовой информации независимые и независимый суд. То есть у нас, ну, я не хочу здесь как бы приводить пример там западные СМИ, да, но когда смотришь какие-то коррупционные расследования, которые там проводят журналисты, да, когда лишаются кресел иногда там президенты, да, то есть там разные гейты возникают, да, или уж не говоря о каких-то меньших чиновников, да, у нас сейчас журналист, если что-то раскопал про сильного мира сего, ему идти с этим некуда. Ну, если только, вот, бывают такие, конечно, случаи, но они скорее в рамках внутривидовой борьбы. То есть у нас, допустим, мой коллега депутат Хинштейн, Александр Алексеевич, тоже он от Самарской области, он очень активно борется с коррупцией в Самарской области, ну, так скажем, по некоторым направлениям. Вот он, допустим, снес председателя Самарского областного арбитражного суда Ефанова. Это была фигура, которую, казалось бы, вообще невозможно снести, да, но путем, как бы, вот депутатской деятельности такой активной, да, в том числе связанной с обвинениями в коррупции, проверок там и так далее, Верховный суд лишил его статус из судьи. А сейчас арестовано огромное количество земли, которое на острове Поджабный, это там, ну, на Волге, да, это семье, как бы, этого судьи, там, ну, разным филированным лицам принадлежит. То есть вот есть у нас такие примеры, когда какой-то отдельный депутат, да, то есть там, или ФСБ, да, то есть кого-то поймало, разоблачило. Но если бы у нас были свободные независимые СМИ, которые бы писали, вот, что хотят, условно говоря, да, и судьи, суды, которые принимают соответствующее решение, да, вот попался там где-то губернатор, взял суд его и посадил. Ну, это фантастическая история, да, для России. Поэтому вот свободные выборы раз, изменяемость власти через выборы постоянная, независимые средства массовой информации, как такой санитар леса, условно говоря, да. Инициатор расследования, да. Ну, кстати, вот благосфера, она сейчас играет вот в условиях полного, как бы, дискредитации средств массовой информации, особенно телевизионных, то есть и так далее, блогеры такие вот, как вы. Ну, на самом деле, мне периодически поступает какая-то такая информация, как компромат, но некуда ее даже направить. Ну, должно быть много средств массовой информации, которые пишут, разоблачают и так далее. И суды. Вот три составляющих. Выборы, СМИ и суды. Свободные, честные. Значит, она была, есть и будет, только в различных размерах. Все равно какая-то эта, наверное, на любом уровне захочет что-то ужать. Все зависит, опять же, от верховной власти. Верховная власть ворует? Воруют все. Верховная власть не ворует, а остальные не воруют, либо боятся воровать. Либо воруют, но очень-очень там аккуратненько. Значит, соответственно, если Атраховский, Иван Александрович, является главой государства, и какой-либо человек, да, который был поставлен на определенную должность, проворовался, даже если он является лучшим другом Атраховского, что он сделает? Он его поставит на полгода. Если он вышел опять, где-то проворовался, приказ Атраховского – расстрелять. Даже если он является моим братом. Расстрелять. То есть ты введешь смертную казнь? Конечно, обязательно. А с конфискацией мучается. Вот это второй вариант, да? Значит, все идет отверху. То есть распределение должностей, государственных должностей, управления. Преступление, как сделал Владимир Путин. Своих друзей и знакомых сделав миллиардерами. И сделав этакими нью-дворянами, которые просто поработили и жрут за счет народа. И на народе. Это преступление. Мы говорим о людях служения. И вот Атраховский – это люди служения. У Владимира Путина – люди стержания. Вот люди служения выступают против людей стержания. Другое совсем устройство государства. Другой стимул, стимуляция. Вообще все другое. Второе – введение смертной казни с конфискацией имущества. Третье – это прохождение полиграфа. Любой чиновник, который передвигается по корейной лестнице, либо влево, либо вправо, либо вверх, либо увольняется, либо увольняется. Он проходит полиграф. Если он оказался замешанным в каких-либо коррупционных схемах, соответственно, приговор не только в отношении его, но и его родственников. Все, цепочка раскручивается, и все, кто знал, что он ворвал, все идут валить в лес. При этом забирает, соответственно, у них все то имущество, нажитое преступным путем. Следующее. Следственному комитету даются полномочия в случае любого подозрения в совершении экономических преступлений бизнесом, либо чиновникам. Дается разрешение замораживать счета его и его родственников. Мгновенно не ждать каких-то решений в течение недели, в течение месяца, как сейчас, когда они могут вывезти средства за рубеж, когда они могут их быстро растворить через фирмы «Одноденевки» и тому подобное. Все, мгновенная заморозка, мгновенное расследование. Не виноват, все, просим прощения, извини. Все разморозили, озвучили. В СМИ озвучили, что такой-такой-то был несправедливо в отношении него. Мы, как руководство страны, просим у него прощения. До такого уровня должно быть. Извините. Накосячило государство? Извини. Если произошло преступление, и народом отчитывается. Такой-такой-то был увлечен, таких-то средств, все, приговор такой-то, быстрый, справедливый, народный. Все. Вот такие методы должны быть. Как победить коррупцию и воровство? Ну, вот я про это рассказываю. То есть, допустим, представим себе, вот есть система власти, где огромное количество силовых структур на Плодиле. Ну, ладно бы, хорошо, там от 5 до 6 миллионов силовиков, это вообще электоральная база правящей партии, это понятно. Но всем разрешено зарабатывать деньги на стороне. То есть, заниматься бизнесом. Когда мы посмотрим руководителей, вообще руководителей силовых структур в России, мы увидим, что либо глава является совладельцем чего-нибудь, либо, как правило, жена находится в правлении ключевых вот этих самых коммерческих структур. Дети там и так далее. Плюс, понятно, ситуация, связанная с гражданством, вторым мы это не трогаем. Если это разрешено, то эти силовики будут держать эту власть до конца. Они же главные бенефицары. Понятно, да? То есть, человек, который должен решать проблемы безопасности, например, России, а его супруга, например, работает в каком-нибудь супер-пупер нефтяной компании в правлении, получая доходы, официальные, 100 миллионов в год, например. Что будет делать этот силовик, который должен заниматься проблемой безопасности. Он будет заниматься не проблемой безопасности страны. Он будет заниматься обеспечением или сохранением той системы власти, которая сложилась сегодня. Чтобы ничего не менялось. Он главный консерватор. Вот это все. И понятно, что в такой ситуации кто вообще вы наверху? Государственник. Вот в прямом смысле этого слова, да, государственник, который понимает, что есть государственные интересы, они для меня превыше всего. Нет таких людей. То есть отбор шел как раз по принципу другому. Наверное, что ты либо участвуешь в нашем бизнесе, да, в каком бизнесе, а в чем ты бизнесе участвуешь? Вот ты в Ростехе там участвуешь, а понятно, ты к тем принадлежишь. А ты чей человек там вице-спикер Госдумы? А ты этот человек, да, в администрации. Все разделено между структурами. Кто лоббистов туда направил? Все правительство состоит из лоббистов, а не из государственных служащих. Из лоббистов корпораций. И все знают, а, вот этот вице-премьер, это отсюда, этот вице-премьер отсюда. И он сидит на подсосе у этих коммерческих структур, чтобы он лоббировал их интересы. То есть помимо зарплаты. И дальше мы удивляемся, откуда у него такой супер-купер-особняк на Рублевке. Дальше следующий шаг, предпринимаются эти лоббисты, скрыть это имущество. Да, и мы знаем, что Росимущество теперь, значит, скрыло адреса. Да, да, да. Это огромная угроза для безопасности. Вот. Это вообще угроза для государственности российской. И именно они разрушают государство. Потому что сегодня, даже вот в ситуации СВО, противостояния НАТО и так далее, они же думают не о государстве. Они думают, как вот это свое имущество, которое я на горбу своем, значит, поднял, там, понятно, кровью и потом заработал, свой особняк и прочее. Это как это сохранить? А не дай бог народ поднимется, что-то. И поэтому они в два направления работают. С одной стороны, как бы с Западом замириться, а с другой стороны, как бы народ не поднялся. Вот и все. Основные мысли. А не о том, как экономику поднимать и суверенность государства обеспечивать. Ну, давайте мы об этом будем думать. Может быть, в стране что-то насчет меняться. Коррупцию и воровство не надо искоренять. Вообще не надо. Потому что они, они, вот как говорят, дьявол обезьяна Бога. Вот коррупция и воровство это обратная сторона отсутствия государственного работы, государственного служения. Ну, представьте себе, допустим, мы пытаемся сегодня создать, допустим, ну, скажем, микроэлектронику восстановить. Но если мы работаем, если мы, невзирая ни на что, привлекаем лучших экспертов, жестко аудит проводим того, что делается, да, ну, какая там будет коррупция? Ну, хорошо, кто-то где-то чуть-чуть подворует, но системно ничего не будет. Если мы знаем результат, и если государство четко вместе с обществом этот результат фиксирует, во-первых, ну, просто чтобы понимать, а во-вторых, его контролирует. Ну, какая коррупция? Всякое бывает, но, по крайней мере, понятно. А у нас на самом деле вообще непонятно, кто чем занимается, кто за что отвечает, и что будет. Точнее, понятно, что если что-то провалишь, тебе ничего не будет. Это факт. Ну, и так я и говорю, то есть тут даже, понимаете, опять, тут даже эмоции не нужны, потому что уже это как-то банально просто. Так банально, уже вот никого не накажут, там ничего не будет, а главное, уже все научились вообще убирать результаты, то есть целевую функцию. Потому что, если ты не положишь то, что надо достичь, то ты никогда не проиграешь, и никогда не завалишь дело. Потому что непонятно. Я сделал красивый отчет, презентацию, и готов. Конечно, конечно. Понимаете, и поэтому, ну, вот у нас известная, это замечательная картинка, кто-то сделал, но только он сделал это с 17-го, по-моему, года, МС-21. Там картинка в 17-м году, МС-21 полетит в 18-м году. Дальше следующая картинка. 18-й год, МС-21 уже в 19-м году полетит. Дальше туда-сюда, потом в 24-м точно полетит. А между прочим, МС-21, то есть реальный ЯК-40, там 242. А на самом деле самолет, который уже это писали все с начала нулевых, году. И вот представьте, сколько людей говорило о том, что вот он завтра полетит, да? А ни одна голова не полетела. И самолет не полетел, и голова не полетела, и все довольны. Понимаете? Или Ил-114 многострадальный. Вот. Ну, он по разным причинам, он плохой самолет. Не потому, что кто-то плохой, мы кого-то ругать, но плохой. Ну, просто вот он и переутяжелен, там двигатели под него слабые, 50, плохой, все. Нет. Из года в год. Финансирование, продолжение, финансирование, продолжение. Понимаете? То есть, и главный вопрос, что никто ничего не фиксирует. Ну, как бы, вот оно так происходит, и настолько это прекрасно, что очевидно, что это может продолжаться вечно. Ну, вот это же не должно продолжаться вечно, потому что, ну, позор с нашим авиастроением, мы одна из трех мировых держав, которые могут и могли, и до этого показали результаты в авиастроении, мы сегодня, у нас нет своих самолетов, по-простому, если говорить. Понимаете? Поэтому не надо никакой коррупцией бороться. Борются с коррупцией, либо сами коррупционеры, потому что они борются с коррупцией другого клана, другой башни и так далее, да? Либо какие-то странные, наивные люди. Надо не бороться с коррупцией, надо общество созидания и развития организовывать, чтобы тот, кто созидает и достигает результата, он весь был на первых площадях и на первых местах висел, его портрет. Реальная элита. Да, и это и есть элита. Тогда у нас не будет той коррупции и воровства, о котором мы говорим. Понимаете? Вот. Поэтому, ну тут настолько просто. Поэтому я всегда против... Кстати, есть прекрасное исследование, как, например, в той же Италии использовали операции типа «Чистые руки», борьба с коррупцией, для того, чтобы смести правительство, которое было антиамериканским. То есть, как буквально там, ну я сейчас не помню, ЦРУ или не ЦРУ, но неважно. То есть, специально обученные люди организовывали компанию «Чистые руки» для того, чтобы возмущенные тетки, дядьки по телевизору кричали «Коррупционеры там, туда». Какие-то реальные примеры их всегда можно найти, да? И в итоге, по-моему, правительство Андреотия как раз сносили для того, чтобы оно не мешало спокойно Америке властвовать и в Европе. Красивая работа. Два механизма, реализованные в Италии. Да, ну давайте сразу фиксируем, что коррупция и воровство страшны как часть рогпреступности. Если я лично хочу взять взятку, один, как одиночка, меня вычищают просто в рамках конкуренции. Потому что на эту взятку претендует другой изорганизованной преступности. Если я отнимаю его кормовую базу, меня сдают и я сожжу. Поэтому в реальности, как бороться с организованной преступностью? Первое. Две меры, на самом деле, три, две с половиной меры. Первая мера. То, что сделано было в Италии. Там было очень удивительное явление. Там, значит, правы опирались на предпринимателей, коммунисты опирались на профсоюзы, социал-демократы повисли в воздухе. Когда социал-демократы проворовались, против них применили технологии очень эффективно. Правда, за пять лет сменилось шесть правительств, но это уже детали. Взятка-датель освобождается от ответственности, гарантированной автоматически, если он сотрудничает со средствами. Это разрывает круговую порогу между чиновником, как организацией коррупции, и бизнесменом, как ее жертвой. Даже если бизнесмен коррумпирует, сворощает чиновник, что тоже бывает часто, даже в этом случае я, все равно жертвой является экономическая среда, и бизнесмен как часть этой среды. Просто он не понимает, что он сам себя закапливает. Поэтому, вот вы чиновник, я бизнесмен. Я ходил за вами, уговаривал, возьмите взятку, возьмите. Вы взяли взятку. И мне не понравилось ваше выражение лица, как вы ее брали. Вот вы недостаточно уважение ко мне проявили в процессе получения этой взятки. Я иду в суд и говорю, вот такой-то. У меня брал взятку. Сначала не хотел, но я его заставил. Он преступник. У нас сейчас, если кто-то сообщает о том, что он дал взятку, у него вымогали взятку, то обычно взяткодатель получает большее наказание, чем взяточник. И существует круговая порука. Потому что дам взятку, я понимаю, что я, в общем, завишу от этого человека очень сильно. А в этой ситуации круговая порука разрывается. Причем это не обязательно явка с повин. В итальянской практике рассматривалась ситуация, когда взяткодатель бегал, взяткодатель сопротивлялся, его припирали. Но когда его припирали к стене, я говорю, хорошо, ладно. Я буду выступать в суде, буду свериться в суде, никаких проблем. И после этого он автоматически становился белым пушистым. Причем, говорит так, мы знаем, что ты дал взялки 20 чиновникам. Значит, сдаешь четырех любых по своему выбору, мы вообще с тебя снимаем все ответственно. По другим эпизодам. Ну, это, конечно, некоторое уже злоупотребление со стороны следователей, но тем не менее. Значит, у нас сейчас есть понятие деятельное раскаяние. Но это очень неопределенное состояние, потому что это должен произвол следователя совпасть с произволом судей. Здесь нет автоматизма. И при этом речь идет о смягчении наказания, а не полном освобождении. Это большая ловушка. Потому что так, я взял детку, я хожу на свободе, у меня все хорошо, ребята. У меня все хорошо. Мне не нужно с вами вступать в сделки, заключать сделки со следствием. У меня нет в этом потребности. Если у меня есть защита, вы ничего не докажете. Отвяжитесь от меня все. А когда меня размотают, раскрутят, я тоже продолжаю сопротивляться по инерции, потому что уже поздно. А каждый доказанный эпизод отягчает мою вину. И если я давал взятки 20 раз, меня поймали по одному эпизоду, мне проще сесть по одному эпизоду. Понимаете? А в этой ситуации, когда у меня автоматическая амнистия идет при условии сотрудничества, то есть следователь может сказать, а вы не совсем разоблужились перед партией, а вот у вас там были еще такие эпизоды, по ним что можете сказать? И если я по ним скажу, что их не было, а они были, и это потом вскроется, то я сяну. А если я сразу скажу, да, конечно, дорогой товарищ, и этому давал, и этому давал, и этому давал, и вот той тоже давал, мне не будет ничего. Я автоматически, да, и при этом, естественно, ответственность за жест. Свидетельство тоже имеется, сохраняется. В этой ситуации разрывается круговая порока между взяточником и взяткодателем. Второе, чем дополнили копилку мирового знания в Соединенных Штатах Америки закон о реке о борьбе с сроком преступности, который еще Никсон уводил, там следующее новое, что если я член организованной преступности, и я не сотрудничаю со следствием, у моей семьи, понимаемой в расширительном смысле этого слова, конфискуется все, кроме социального меню. Что это значит? Ну, коррупция во власти, во Ростово власти, это всегда организованная преступность. Одиночка вырубается просто в рамках конкурентной борьбы. И вот прихватывают человека, а он говорит, я член мафии Амерто, я молчу. Значит, у членов его семьи, то есть у всех родственников, родители, братья, сестры, дети, супруги, и все, кто с ним совместно пожелает. То есть если я ушел от женок-любовница, то у любовницы тоже. И у ее мамы, у ее брата, у ее детей то же самое. Конфискуется все, что есть. Остается социальный минимум. Да, в Америке он приличный. Там машина, чтобы поехать, какая-то не новая и непредставительская. Какое-то жилье не в хорошем районе. Это остается. Но минимум, минимум. Чтобы дети могли, так сказать, ходить в школу. А все остальное сбирается. И у члена рукопреступности оказывается выбор. Или рискнуть своей жизнью. Потому что если он будет сотрудничать со следствием, его убьют. Но у его семьи останется имущество. или гарантированно лишить всего семьи. Потому что общак, он не для этого. Общак, он для захвата власти, а не для его удержания. И общака на всех не хватит. В этой ситуации огромная часть людей рискует своей жизнью ради спасения семьи. И тем самым разрушает организованную, вырубает экономическую базу из-под организованной преступности. Эти механизмы, два, включают в режим самоочищения самые разложившиеся управленческие организмы. У нас в 2003 году первое, что сделало тогдашнее единство, нынешняя Единая Россия, это отменило конфискацию имущества при коррупционных преступлениях. Нельзя ставить под угрозу благополучия коррупционеров. Ну, кто-то, вероятно, считает коррупцию основой государственного строя. Ну, и поскольку мы с вами общаемся по интернету, в видеосвязи, маленькая вишенка, это было две меры, теперь половинка меры. Это перевод всех решений в государстве на электронную систему принятия решений. На самом деле, это уже случилось. У нас уже совещания проводятся, раньше проводились в WhatsApp, и проводятся в телеге, в Zoom, в конференц-комнатах. Но это должна быть структурированная система, единая. Почему? Чтоб можно было зайти и посмотреть. Вот когда мне проверяли, ко мне приходили скучные люди в комнату, я об этом узнавал за 45 минут, выносил из комнаты все стулья, уступал единственный стул в комнате женщине, и мы, значит, стояли, беседовали, мне 30, им 60. И через час они уже были готовы согласиться на все, что я говорю, просто для того, чтобы выйти в коридор там где-нибудь посидеть. Я утрирую эту историю из жизни, но понятно, что у нас происходит проверка, первое, что происходит, это пожарных. А у нас есть электронная система принятия решений, которая все документирует, она документирует все вопросы, которые мы решаем. Все вопросы, которые мы решаем. И мне ни о чем не спрашивают. Если я принимаю странное решение, в рамках этой системы проверяющий орган видит, что вот Делягин рассматривал такой-то вопрос. У него было три варианта. Плохой, бредовый и хороший. И он выбрал плохой. Или он выбрал бредовый вариант. Хотя все ему указывало на то, что он должен выбрать хорошее. В обычной ситуации ко мне приходят, у нас было три варианта, я не помню. После чего архив сгорает, я белый пушил. А здесь ко мне приходят, говорят, Михаил Иванович, вот была такая ситуация, я не помню. А мы вам напомним, вот электронный архив, почитайте, вспомните. У вас было такое предложение, такое предложение, такое предложение. Прозрачная система принятия решений. Да, электронная система. Почему вы выбрали самый дебильный вариант? И вы говорите, потому что я не милый, у меня справочка есть. Тогда те люди, которые мне назначили на эту работу, садятся. Ну, по крайней мере, увольняются. Потому что они приняли на работу, человек, который не соответствует. И еще будут тщательно изучать, как я получил эту справочку, каким образом. кто мне его выдал, какой подворотник, за сколько денег и так далее. А если я не дебил, то мне нечего ответить. Приходят ко мне люди в таких серых костюмчиках, мятых, с грустными глазами, говорят, Михаил Ильич, ну, что у нас происходит? А у меня много раз было таких ситуаций, когда, ребятам, было так, так и так. Получилось так, так и это. По этим вопросам обращайтесь к этому, по этому вопросу обращайтесь к этому. Как случилось, что вы финансировали международных террористов? И у ребят, я их не финансировал. И это было сильно до того, как они начали что-то нехорошее делать. Неловкая ситуация такая. А если бы это было правдой? Простите. А там действительно была история. Там люди сошли. Со мной работали, решили меня немножко оклеветать потом. А они сошли с ума после того, как они со мной работали. Они уже были странноватыми тогда, но сошли с ума, а не потом. Это реально была история из жизни. Можно посмотреть в интернете все это описано. Вот. В электронной системе принятия решений уже про меня все знают заранее. Только единственный вопрос. Вы сделали вот это, чего делать были не должны. Ну, вдруг там у вас там семейная трагедия какая-то случилась, там головой вы ударились, что не отражено в вашей истории болезни, потому что вот ваша история болезни. Вы же в официальной поликлинике проходите медучет. Ну, расскажите, что это было на самом деле, если у вас смягчающие новости. все. Но если в этом случае я говорю, ребята, я взял и взял кого-то этого, да, но я дал его ужестоящему. Если, как только я это признаю, что я не являюсь центром коррупции, я являюсь элементом коррупции, я снимаю с себя ответственность за коррупцию, сохраняя соответственность за ненадлежащее решение, но она на порядок мягче, чем за коррупцию, за организованную преступность. Вот это два с половиной меры, которые самый коррумпированный, самый разложившийся управленческий организм включает в режим самоочищения, потому что людям нужны звездочки, людям нужно расти по сути.